Нелегальное общежитие устроил предприимчивый хабаровчанин на офисном этаже обычного дома. То, что в нежилых помещениях кто-то проживает, собственники квартир подозревали давно. Однако сейчас с нагрузкой перестала справляться канализация. Доходный этаж. В репортаже Натальи Приходько. Попасть в нежилой сектор дома на Краснореченской непросто. Однако разгневанных соседей постояльцы испугались. Коммунальный быт встречает уже с коридора. Это раньше были офисные помещения. Одежда сушится. Слишком большое количество стиральных машин на квадратный метр. На первом этаже располагаются 10 комнат. И почти во всех живут люди. Несколько лет назад эти помещения занимала коммунальная организация. Новый хозяин сделал ремонт и построил на этом бизнес. Дети тоже здесь есть? Здесь дети, да? Платите как-то по договору аренды или просто без рук в руки? Наличкой. Идите вы к *** матери. Пойдем. После водоканала. О соседстве с нелегальным общежитием жильцы узнали по запаху. В подъезде стойкая зловония. Утром и вечером пахнет даже в квартирах. Бабушка, ты что, в туалетной варишь, что ли? Борщ сварила? Говорит, в туалетной. Я говорю, нет. Я говорю, я на кухне варила. Так пахнет. Фу. Возможная причина в канализации. На такое количество людей она не рассчитана. Система водоотведения проектируется с учетом строительных норм. А первый этаж в этом доме – нежилой. Сначала помещение было закрыто. Висело объявление, что продается нежилое помещение 200 с чем-то квадратов. Смотрим, уже ничего не висит. И появились жильцы, собаки, дети. С хозяином площадей удалось связаться по телефону. Однако он отрицает, что сдает помещение в аренду. Они не сдаются. Помогу, ты мне сейчас сдаешься. Решить проблему легальные жильцы дома пытаются три года. С вопросом, почему стоит воня, вода не уходит, они обращались в управляющую компанию. По словам коммунальщиков, доступ на первый этаж им не предоставляют. Предписание собственнику данного нежилого помещения от управляющей организации направлено. То есть они не смогли попасть для проведения комиссионного осмотра. В один стояк здесь подключено по две, по три стиральных машинки. Тут же мойка в одну точку подключения и так далее. Конечно, нагрузки происходят не предусмотренные проектом. Жильцы писали заявление в полицию. Результата нет. Теперь ждут визита представителей водоканала и жилы инспекции. Наталья Приходько, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».